Добрый день, дамы и господа, меня зовут Алексей Талалаев, я пианист. Сегодня я прочту 20-ю статью Льва Николаевича Толстого об учении Иисуса Христа. И еще сказал Иисус, что из всех соблазнов самый вредный это соблазн гнева. 4. Человек гневается на брата своего за грехи его и думает, что он этим гневом своим может исправить брата от грехов, а забывает то, что никто не может быть судьей брата своего, потому что каждый из нас полон грехов. И что прежде, чем исправлять брата, надо исправить самого себя. А то мы видим соринку в глазу брата, а не видим щепы в своем собственном. И потому, если считаешь, что брат твой поступил дурно, то поди к нему, выбери такое время и место, чтобы поговорить с ним глазу на глаз. И тогда скажи ему коротко то, что имеешь против него. Если послушает тебя, то он вместо того, чтобы быть врагом тебе, станет твоим другом. Если же не послушает, то пожалей его и уже не имей с ним дела. И один из учеников спросил. А если он не послушает и опять обидит меня? Опять простить ему? А если он опять и опять обидит меня и в третий, и в четвертый, и в седьмой раз? Неужели все прощать ему? И Иисус сказал. Не то, что семь раз. А семьдесят раз семь. Без конца прощать надо. Потому что, как прощает нам Бог, все грехи наши, если мы каемся в них, то и нам надо без конца прощать братьям своим. Евангелие от Матфея. Вопросы. Какой самый вредный соблазн? В чем этот соблазн? Как надо поступать, если считаешь, что брат сделал дурно? Сколько раз надо прощать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...